Десятки моделей дефилируют по балкону уфимского отеля в лучах заходящего солнца. Наряды в стиле советского кинематографа сменяются пижамным стилем, а после переходят к этническим мотивам. Таким разнообразием импровизированный подиум обязан фэшн-фестивалю «Фактор Востока» – самому громкому модному событию Уфы, направленному на продвижение локальных дизайнеров. «Фактор Востока» – это единственный проект в республике, который занимается продвижением моды. Это не голословно, это правда. У нас, к сожалению, нет конкурентов. Не такое большое поле деятельности для того, чтобы было много-много проектов. Хотя, может быть, и развивалось тогда бы интенсивнее все-таки с фермом моды. Массовый показ, который обычно собирал на площадках до 6 тысяч зрителей, в этот раз прошел в закрытом формате. По словам организаторов, это нужно для того, чтобы собрать более концентрированную публику. Для пяти дизайнеров, чьи коллекции оказались в центре внимания этим вечером, показ стал возможностью продемонстрировать собственное видение высокой моды. Это платформа для того, чтобы развиваться в дальнейшем, как дизайнер. И это платформа, глупо не сказать, что для продаж. То есть для чего создается коллекция? Для того, чтобы ее покупали. И вот сегодня мы хотим посмотреть и проэкспериментировать. Все-таки людям этот формат больше подходит или все-таки массовый, более комфортный? Гостями на закрытом показе стали стилисты, предприниматели и медийные личности Уфы. После того, как зрители заняли места на балконе и внутри просторного холла отеля «Хилтон», показ начался. Свои новые коллекции презентовали пять дизайнеров, которых пригласили организаторы. Источники вдохновения у всех разные. Кто-то творит под влиянием эпохи, некоторые ставят во главу угла комфорт, а кто-то вдохновляется культурным наследием. Мы сегодня представляем нашу новую коллекцию «Древо жизни». Это коллекция, которая в себе заключает нашу республику, межнациональную историю, в которой произошла коллаборация башкирских и славянских традиций. И хотелось сделать именно такую интерпретацию современной истории с истоками. Еще одним ярким участником закатного дефиле стала дизайнер Диля. Собственное производство Уфе позволяет основательнице бренда выбирать смелые темы для новых коллекций. Это будет немножечко такой налет из Советского Союза, потому что я использую творческие источники этой архитектуры советских кинематографов. Очень классно, что есть много хороших дизайнеров, которые дают эту почву, которая развивает вкусы покупателей. И я очень рада, что это все развивается. В первую очередь «Фактор Востока» концентрируется на работе с дизайнерами. Ведь если развивать вокальные бренды, будет расти и индустрия в республике. Сами участники показа чувствуют потребность уфимцев в дизайнерских вещах и считают город плодотворной почвой для развития сферы. Любое место на планете, где есть люди, оно благоприятно для развития любой сферы, в том числе и моды. Насмотренность у людей с каждым годом растет. Люди понимают, что такое искусство, красота, начинают разбираться больше. И, соответственно, спрос с каждым годом все больше и больше именно на дизайнерскую одежду. Аня Шушакова, Анастасия Никишина, телеканал ЮТВ.